Мы продолжаем с Божьей помощью учить 22-й Псалом, который очень длинный, и мы все никак не доползем до конца этого Псалма. Но много интересных, любопытных деталей по дороге. Остановились мы на очень любопытном моменте. Сейчас я вам его напомню. Я извиняюсь, можно я у вас уточню кое-что? Да-да-да. Я просто отсутствовала несколько недель и не слушала ничего, но хочу просто понять. Вы сказали сейчас 22-й, что Псалом по книге надо открыть и там читать. Нет, вот сейчас вы все уже видите, да? Вы уже перед собой видите 21-й стих 22-го Псалма, видите, хап, пет, хап, алиф. Я все сейчас расскажу, все напомню, не волнуйтесь, сейчас все мы восстановим. Значит, как мы с вами говорили, 22-й Псалом рассказывает нам, по-простому говоря, то есть на уровне Пшата, на уровне простого смысла о неприятностях царя Давида, больших, страшных, которые практически были чуть ли не смертельными. Благо, таковых неприятностей, чуть ли не смертельных, у царя Давида было великое множество. И о том, что он в итоге был спасен от этих неприятностей, что тоже было очень часто. Как мы с вами знаем, попадая во всякие ужасные ситуации, царю Давиду удавалось из них выпутываться с Божьей помощью. Но по глубокому, по более сложному уровню понимания этого Псалма речь здесь идет про Пурим. Это очень известный Псалом, про который написано в Талмуде, что из него, наверное, из всего Псалма можно учить про Пурим, смысл событий Пурима, про царицу Эстер, про Хашироша, про Амана, про вот эту самую смертельную опасность, которая нависла над эверейским народом, которая в итоге была ликвидирована благодаря царице Эстер и Мардыхаю. Вся эта замечательная, прокомментированная не только в Талмуде, но и просто в комментариях к Свитку Эстер истории, известная вам очень хорошо, оказывается, комментируется и в этом 22-м Псалме. И, в частности, мы с вами просто в том же самом трактате Мигела, который повествует о Пуриме, нашли вот эти вот два пасука, вот этот вот, «Ациламихэром нашли, спаси от меча душу мою, мият келет ехидати, из лап пса единственную мою». Ну, ехида, мы с вами говорили, это тоже одно из названий высоких уровней человеческой души. И вот царица Эстер, как написано в Талмуде, произнесла эту фразу, процитировала Псалом Давида. Как вы прекрасно понимаете, Псалмы Давид тогда были уже очень широко известны всем. Так она процитировала этот Псалом Давида, когда шла, как Ашвирошу, просить за евреев в тот самый страшный в ее жизни, может быть, страшнейший момент, когда она могла потерять абсолютно все, то есть, когда я могла ей голову отрубить, как вы прекрасно помните, если бы царя Ашвирош не протянул к ней свой жезл. Вот, и могло быть и другое, крайне неприятное событие, то есть, царя Ашвирош, который с ней не виделся целый месяц, мог потребовать Эстер к интимным отношениям. Если бы это произошло, получилось бы, что она впервые самостоятельно пришла к царю Ашвирошу, и между ними состоялся интимный контакт, а самостоятельный приход замужней еврейской женщины к нееврею, не еврею, естественно, повлечет за собой последствия галахические. Царица Эстер была бы после этого запрещена своего мужа Мурдыхая, в общем, ситуация была очень-очень тяжелая, так вот этот момент она шла, она как бы почувствовала, что связь ее с Богом, да, связь, которую она постоянно ощущала, то ли прервалась, то ли очень сильно ослабела, и поэтому она сказала Творцу, спаси от меча душу мою, ну, это понятно, почему от меча, потому что могли-то, да, отрубить голову, и мият келак и хилати, и злап пса, мою единственную, ну, лапы пса, это, по всей видимости, намек на интимные отношения, чтобы в лапы этого пса Ашвирошу, злодея этого, опять не попасть, это вроде то, на чем мы остановились, значит. И там, в Талмуде, мы видели с вами очень странный момент, потому что вот следующий стих, вот 22 стих 22-го псалма, 22-22. Меняется формулировка. Только что было спаси меня из лап пса, а ща за шеями пиарье, спаси меня из уст льва, из пасти льва. Почему лапы пса поменялись на пасть льва? Крайне неожиданно для нас с вами. Талмуд вдруг говорит, а вот Эстер, задавая себе этот вопрос, почему связь, которую она всегда чувствовала, связь с Богом, или ослабла ей полностью на какой-то момент, пропала, ответила себе на этот вопрос. Сказала, может, я виновата в том, что я обозвала царя Ашвироша псом? Давай-ка я скажу, что он не пёс, а лев. Ой, шеями пиарье, спаси меня из уст льва. Дальше, ми корнейры мим от рогов буйволов, а не тани. То есть тогда, когда рога буйволов вот-вот готовятся меня поднять наверх, то есть чуть человек не попал на рога, к буйволам, а не тани, ответь мне. Ну, про рога буйволов мы не очень понимаем, о чем идет разговор. По всей видимости, речь идет про остальных антисемитов. Которых было огромное количество. Ну вот, что означает вообще вся эта ситуация? Пса поменяли на льва. Причем еще в каких обстоятельствах? СТР говорит, что может я совершил какую-то такую прям катастрофическую ошибку, обозвав в царях Ашвироша псом, и из-за этого потеряла прямую связь с Богом. Почему царица ССР, которая обзывает Ашвироша псом, собственно, за дело? Он и был и злодей, и крайне неприятная личность. Почему она должна нести за это какое-либо наказание? И более того, почему она быстренько меняет эту формулировку, называет его львом? Это довольно неожиданный момент. Объяснение этого известное и весьма интересное для, скажем так, современного читателя, человека из нашего времени, глядящего на всю эту историю и воспринимающего все эти события. И оказывается, еврейский народ передается под власть кому-то только при определенных условиях. А бы кто, ну, например, какой-нибудь человек низкого уровня, так сказать, случайный человек, не может овладеть еврейским народом, не может быть даже на небольшом промежутке нашей с вами, богатой на разные события еврейской истории, даже на короткое время не может быть властителем евреев. Для того, чтобы контролировать наш народ, надо что-то из себя представлять. Такое правило. Почему? Потому что, как написано в Талмуде, Шема-Йомер, что, может быть, вдруг скажут, что Всевышний передал свой народ, что Бог передал еврейский народ, я думаю, Швейла, в руки каких-то там низких, ничего из себя не представляющих людей. Не может быть такого. Нельзя этого допускать, чтобы так случилось. Не должны так говорить наши враги, что Бог передал власть над евреями в какие-то там непонятно какие, ничего не значащие руки. В общем, короче говоря, если царя Хашвирош на сегодняшний день, вот на этот сегодняшний день пуримских событий контролирует практически всех евреев мира, потому что, как вы помните, тогда именно в Персидской империи евреи сконцентрировались, это означает, что он никакой не пес. Если ты обзываешь его псом, то ты умаляешь не только его уровень, ладно, ерунда. Что на него обращать внимание на Хашвирош? Ты как бы евреев унижаешь при этом. Ты говоришь, что это настолько низкий сейчас народ, что Бог от него, от еврейского народа, настолько отвернулся, что передал его в лапы псу. И это не работает, это не годится, так нельзя. Тут царица Эстера спохватывается и немедленно меняет форму игрока. Он никакой не пес, нет. Он леп. Прям царь зверей. Чтобы, дай Бог, не получилось, что еврейский народ передается в неправильные руки, передается в руки человека, который унижается самими же евреями. Сложный этот момент, конечно, выводит нас на старый разговор о споре, который состоялся в Талмуде в трактате Мунила, там же на месте, споре Равы Шмоли, наших великих комментаторов Талмуда и законодателей, о статусе, об уровне этого царя. Если вы помните, спор достаточно такой простой, с первого взгляда, на самом деле, с очень глубоким смыслом. По одному мнению, Ахашвирош это Мелех Типеш, царь дурак, а по-другому, видите, или Мелех Пекех, царь умный, царь разумный. То есть, получается, как мы с вами неоднократно в разных обстоятельствах, вспоминая этот спор, говорили, две совершенно разных мигилы, два разных свитка Истер. То есть, если говорить, что Ахашвирош был дурак, царь дурак, то это означает, что он ситуацию не контролирует, и тогда вообще, это вообще, ну, просто совсем другая история, в которой царь просто ничего не понимает, что происходит. Им крутят, все, кому не лень, сначала им крутит первая жена, потом в состоянии подпития этот дурак соглашается с тем, что предлагает Аман и наказывает свою любимую первую жену, ей отрубают голову, потом этот же самый дурак, и опять в состоянии подпития, значит, соглашается на еврейский погром, даже не зная, что это погром именно еврейский, полностью полагается на Амана. В общем, так, до конца этот царь и остается идиотом, которым все крутят, и в итоге, значит, получается то, что получается, в состоянии подпития, опять же, он своего близкого, дорогого друга Амана выдает в руки палачей, и все. Вся эта история с погромом завершается, как вы прекрасно понимаете, но это только первый вариант. Второй вариант гораздо более, как мы с вами прекрасно помним, пропорим, интересный с первого взгляда. Если мы скажем, что Ахаширош был большая умница, и все, что он сделал, это было хитрейшим расчетом, все было учтено с самого начала, когда он говорил с Аманом, когда он прекрасно знал, кого мы будем громить, зачем мы будем громить, и был согласен громить, но дистанцировался и сказал, что я типа ничего не знаю, и если что, ты потом не обижайся, сказал он своему первому министру, то есть я буду всегда не в курсе, я никогда царь, я не могу устроить геноцид целого народа в своей стране, это если что, ты виноват, ты злодей, и я тебя сдам, и Аман был готов рискнуть, рискнул и проиграл. В общем, это совершенно другой святок СТР, где все контролирует царь, и постоянно уходит в тень, когда это ему выгодно, то есть постоянно подставляет кого-то для того, чтобы сначала устроить еврейский погром, потом устроить антиеврейский погром, сначала убивать этих, потом убивать тех, и в итоге оказывается, что он вообще был не в курсе, причем никогда и ни в чем не учался, абсолютно. Остается с чистейшими руками, вот, царь-батюшка не в курсе, царь не знает, как это, говорили на Руси периодически. Это два совершенно разных, как мы с вами помним, прекрасно, свитка СТР, два совершенно разных политических сценария, которые по этим двум мнениям получаются, но если мы сейчас говорим, что сначала СТР обзывает Ахашироша псом, а потом быстренько спохватывается и переделывает его на льва, это интересный момент. То есть, как это проходит по мнению считающему Ахаширошу умным царем, все понятно, да, то есть, царец СТР сначала совершил ошибку, потом она осознала, что он таки, да, довольно-таки хитрое бестие этот царь и переделала его из собаки в льва. однако же, согласно первому подходу, что он был дурак, дураком, довольно странно, что царица СТР все-таки называет его в итоге львом, и даже так вот спохватывается, боится, что она обозвала его собакой, что это вроде как нехорошо. Чего нехорошо-то? Дурак дураком, его еще не так обозвать можно. Оказывается, видите, несмотря на то, что может быть фактически этот царь дурак, если он контролирует еврейский народ на данный момент, вслух его обзывать дураком категорически не следует. Потому что тогда, когда ты вслух обзываешь его дураком, ты обзываешь дураком не только и не столько его. Такая вот получается не побоюсь этого странного слова амбивалентность. Странность такая получается, довойственность, да, что обзывая того, кто нами руководит дураком, ты рискуешь подпасть под действие известной поговорки «каждый народ достоин своего правительства». Ну, или как немножко по другому поводу сказано, когда ты споришь с идиотом, вполне возможно, что он делает то же самое известное поговорка. Так вот, не надо тех, кто реально правит, руководит еврейским народом называть дураками, потому что невыгодно выставляет сам еврейский народ. Такая вот неожиданная вещь, касающаяся переделки пса в льва здесь. Ну, дальше давайте все-таки сдвинемся с мертвой точки и попытаемся закончить псалом в более живом ритме. Асапра расскажу Шимха об имени твоем Ле-Эхай, братья мои. Ну, мы с вами помним, что царь Давид говорил о том, как он окружен врагами. И откуда здесь взялись его братья, вроде как родственники, близкие люди, это хороший вопрос. Ну, по всей видимости, речь идет о ситуации, когда он уже спасся от врагов высшего закружения и имеет возможность рассказывать братьям, если только нам не сказать, что периодически и братья, родственники становятся врагами. А потом, когда победа одержана, царь Давид уже рассказывает этим братьям о том, как его Всевышний спас. Ветох кагаль внутри общины, агалялека восславлю тебя. Ну, обратите внимание, здесь две формулировки, разных, как обычно. Рассказывать об имени Всевышнего, вы понимаете, это достаточно деликатный момент, потому что имена Бога и смысл имен Бога это, прежде всего, юридицы каббалистической части традиции. это все-таки ле-эхай, это моим братьям. Это близкие люди, которые находятся на уровне понимания этих вещей. А бе-тох кааль внутри общины, вообще, где-то там, среди простых людей, агалялека, я просто тебя буду восхвалять, говорит Бог, Давид про Всевышний. То есть, это понятно, все зависит от уровня восприятия, уровень сложности подачи материала, зависит от рецепиента, под тех, кто воспринимает. Йир-эй-аше, боящиеся Бога, галя-лугу, восславляйте его, коль зэра-яку, всякое семя якого, кабы-дугу, уважайте им, бекуру-мемену, и бойтесь его, коль зэра, Исраэль, все семя Израэля. Но я уже не буду сейчас залезать в Мальбима, чтобы сильно не тормозить, это очень интересный момент. Три вещи, обратите внимание, такие моменты в псалмах Давида прям сразу мы должны. Три раза написано что-то подобное, и очевидно, что каждая из трех вещей что-то отдельное рассказывает. Смотрите, Йир-эй-аше, боящиеся Бога, галя-лугу, восславляйте его, то есть те, кто называются Йир-эй-аше, боящиеся Бога, они могут прямо его восславлять, более того, царь Давид ничего другого им не говорит, то есть вы только его восславляете. Теперь, коль зэра Яков, все семя Якова, вы понимаете, что семя Якова называются не самого высокого уровня евреи, Исраэль, это более высокое название, Яков, скромный, то есть еврейский народ, причем еще и зэра, понимаете, даже не бны, не сыновья Якова, зэра, семя, они хороши только тем, что они происходят от евреев, эти люди, уровень, мягко говоря, невысокий. Так что к обдугу, вы его уважаете. Ну, на самом, скажем, простом, низком уровне необходим хотя бы кого-то, хотя бы уважение. Это очень важный момент, и мы тут недавно об этом вспоминали, когда говорили, что в определенных общинах еврейских, не будем показывать пальцем, каких, все-таки на протяжении всей истории даже люди самого простого низкого уровня продолжали уважать еврейские традиции. То есть они могли их не знать до конца, они могли даже их не соблюдать в полном объеме, но уважение в некоторой части, скажем, еврейских общин, уважение к традиционным ценностям все-таки сохранялось. На них не плевали откровенно, с ними не воевали, их не уничтожали, так сказать, не выжигали каленым железом. И это то, что говорит царь Давид, это необходимый уровень, то есть даже зеро Яков, это семя Якова, про этих людей почти ничего хорошего сказать нельзя, кроме того, что они рождены от евреев. Очень простые люди. Своих собственных заслуг может у них вообще и нету никаких. Но царь Давид говорит, есть Кабду, уважайте его. Вот такой совет простой. Хотя бы, если будет сохраняться уважение к традиционным ценностям, это уже сохранит эту еврейскую общину. И дальше вы гуру и бойтесь. Слово гуру выглящие как совершенно нееврейское, оно таки да, происходит от слова Егор, тоже не очень по-еврейски выглящим, означающего страх. Это редкое слово, означающее страх, но есть втореньки, я гор, теме, не афа, ве хема, да, моша, рабы, я боялся из-за ярости и из-за гнева. Момент связанный с золотым тельцом и с уничтожением еврейского народа, которое нависло надо. Головами евреев тогда рассказывает Моша. Так вот, бойтесь его, коль зера Исрая, все семя Исрая. А что это такое семя Исрая? Ну, вроде как речь идет про Исрая, про высокий уровень, но все-таки это не Бне Исрая, это зера Исрая. Это только семя. Чем отличается только семя Якова от только семени Израя? Ну, мы с вами знаем, что человек не может выбирать, где ему родиться, в какой семье, и есть люди, которые и те и другие на самом деле называются зеро семя. То есть, они только вот как те, кто произошел от евреев. Сами пока что, допустим, ничего особенного такого, еврейского они из себя не представляют. Но огромная разница. Если это зеро Яков, если он этот потомок, если оно, это семя, это семя Якова, то есть, оно родилось на скромном уровне, очень скромной еврейской семье, в скромной еврейской обстановке. Вроде как, не на кого особо равняться. Очень также простые родители, как и этот сам человек простой, то есть, не какие-то там великие мудрецы, праведники. Источник семени тоже очень прост. Это одна история. Здесь достаточно уважать Творца, и уже можно как-то проскочить. Но когда ты рождаешься, это тоже только семя пока что, только семя, рождаешься на уровне Исраэль, то есть, там, где рядом с тобой стоят великие раввины, допустим, в их семье человек рождается, это уже совершенно другой уровень ответственности. Так вот просто на общем уважении к еврейским традициям проскочить не получится. Тут уже гуру, бойтесь, и причем вот это слово бойтесь, как вы понимаете, именно оно выбрано, то есть, речь идет про то слово, которое употребляет Мошер Абейн в отношении своего страха, и это очень высокий уровень. царь Давид предупреждает тех, кто рождается в высокородных, высокодуховных еврейских семьях, что им недостаточно будет просто уважать еврейские традиции, за хвостик провожать. Нужно будет проявлять настоящую богобоязненность, иначе можно и головы не сносить, потому что у тебя рядом какой пример, ты в какой семье родился, ты на кого должен равняться, на кого смотреть, а какие люди рядом с тобой, поэтому будет любезен, иначе все, катастрофа. Поэтому зера Яков, семя Якова, благодаря такому, знаете, просто уважению к Богу, уважению к традициям, оно прекрасно может просуществовать, а вот зера Исраэя нет, нужно проявлять настоящую богобоязненность, там будет соблюдать заповеди и так далее. Ну, про это вроде как понятно. А этот-то зачин, что здесь боящийся Бога славчинен. По всей видимости, это некий зачин, который хочет передать очень важную мысль о том, кто, собственно, имеет право восхвалять Творца. Мы, знаете, по своему простому пониманию этой ситуации думали, что все должны восхвалять Творца, но хотя бы иногда. Во всяком случае, еврейские мужчины, например, это делают ежедневно. С утра пораньше пошел, читаешь псалмы Давида, вот эти самые, да, Безукейда Зиммера, каждое утро читаются в начале молитвы восхваления Всевышнего, чем не восхваление. Нет, говорит царь Давида, восхвалять Всевышнего должны ереша, богобоязненные люди. Это как понимать? А если человек идет в этом направлении, еще недостаточно богобоязненный, что ему не надо читать Шахарит, конечно, ему надо читать утреннюю молитву. Только там, видите ли, это не он восхваляет Всевышнего. Этот простой человек, ну, мы с вами, простые, мы читаем псалмы Давида и читаем, как Давид восхвалял Всевышний. Это всегда прекрасно, потому что он, царь Давида, знал, как это делать, каким образом это формулируется, в каких объемах это нужно делать, какие имена Бога используют, и так далее, и тому подобное. Он был в курсе, потому что он был истинно богобоязненный человек и в этом замечательно разбирался. Так вот, самостоятельное восхваление Творца, говорит царь Давид, это должны быть прям гереши, готовые бы богобоязнь истинно глубоко верующие, по-настоящему богобоязнь. Если они захотят от себя воздать хвалу Всевышнему, это не будет выглядеть как наглость, или как какая-то там кустарщина, понимаете, неизвестно, что говорит, и как это в Талмуде, знаете, хвалит богача, у которого есть сто золотых, за то, что у него есть одна серебряная монета, Всевышнему тоже надо правильно хвалить, чтобы не получилось, что своими похвалами ты его, не дай бог, собираешься унизить. То есть тут все не так просто с этими похвалами, и поэтому царь Давид тут же, значит, вначале говорит, что пусть его восхваляют те, кто знает, как это делать. После этого говорит вот эти две фразы, что нужно делать зер-яков и зер-яистои, семья и изра-яков. Такая неожиданная вещь, касающаяся бедных людей. Это может немного странно выглядеть с первого взгляда, потому что речь идет вроде как про царя Давида с одной стороны, Лепшат в простом смысле, а в глубоком смысле про царицу Эстер и про Мардыхай. То есть, мягко говоря, не про бедных людей здесь идет разговор. Про цари, руководители еврейского народа, все люди богатые, прямые потомки царских родов. Что, как вы понимаете, царь Давид, что Эстер и Мардыхай, прямые потомки царя Шаула, в общем, при чем здесь бедняки-то? Ну, Бепшат в простом смысле мы можем это понять. Прошу прощения, разболелся, да? В связи с тем, что, как мы с вами неоднократно говорили, царь Давид имеет определенное качество. Качество, которое он представляет в мире. Оно называется словом Алхут, царство. И как это неудивительно звучит, именно это царство. Качество, которое называется таким прекрасным, богатым словом царства, оно как раз представляет собой полную бедность. потому что ничего своего у этого, так сказать, принимающего начала, у этого сосуда, который представляет в мире царь Давид, нету. И из-за этого, мы с вами прекрасно помним, у царя Давида на роду было написано родиться и умереть сразу. То есть, он должен был родиться и в ту же самую секунду, не успев даже вдохнуть и выдох, один раз умереть. Ну и только благодаря тому, что чужие дяди, или один чужой дядя, если говорить про самый известный мембираж про Адама, пожертвовал ему Адам 70 лет своей жизни, из-за этого получилось, что Адам должен был созданный самим Богом, прожить тысячу лет, а прожил 930, 70 лет пожертвовал Давида, все это очень известные вещи. Так вот, у Давида нет ничего своего, он как бы бедняк, он про себя это говорит в псалмах, помните, они и они, они и они, я бедняк, они с Алифом и они с Айном, они и они, я бедняк. И это имеется в виду не в смысле того, что у него нет денег, деньги у него вводились, а вот в смысле энергетической, чтобы иметь что-то свое, а не забирать у кого-то другого, поэтому такие бесконечные, как вы понимаете, еще кроме всего прочего, и поэтому тоже захватнические походы, вот эти бесконечные экспроприации экспроприаторов, когда он забирал деньги, забирал имущество, все это, значит, привозил, складировал, это его качество, забирать, значит, складировать. ки-ло-ва-за, ибо не унизил, в-ло-ши-кац, и не объявил отвратительным, э-нут-ани, бедность бедняка. Это очень хитрый момент в 22-м псалме. Вообще, это очень сложный псалм, поэтому мы все-таки такими, понимаете, как здесь, в этой стране Америки, baby steps, такими детскими шажками по этому псалму. Очень хитро сформулировать. Что здесь бедность бедного? Что бы мы потеряли, если бы не было написано здесь два слова? Ну, например, не унизил и не объявил мерзким, просто они, бедняка. Понятно, что речь идет про его бедность? Если он тут называется бедником. Специальная какая-то формулировка особенная. Бедность бедняка не объявил мерзким. Не мерзкое. Было и стерпо намным, и не скрылся его лица от него. Убешав о, и когда кричит к нему, эйлав, шамея он слышит его. Ну, по-простому говоря, как всегда, у всего есть свое простое понимание. Мальвен здесь объясняет, что то, что человек беден, то, что он в таком состоянии находится, это не из-за трех причин, которые здесь могут показаться логичными. Во-первых, может показаться логичным, что бедный остается бедным, потому что в сегодняшнем он не любит, плохо к нему относится. То есть, он ему отверг этого бедняка. Он его, собственно, наказал бедностью, и поэтому, презирая его, он его держит в таком незавидном состоянии. «Нет», говорит царь, «это не так. Лобоза, он его не унизил, лошекац, не считает это мерзким, типа бедность не порог». Разумеется, наш вопрос, ну хорошо, если он не унизил и не считает это мерзким, чужины таки допускают его страдания этого бедняка. Почему не поддержать его, почему не сделать из него хотя бы середняка бедняка из бедняка, то, что там богача. Ну хотя бы чуть-чуть поддержать, протянуть, так сказать, свыше руку помощи, чего нет, да? Ну это понятный вопрос. Дальше. Вторая причина, по которой мы могли бы подумать, что лоистер по нам вмену, что Бог, ну что он специально значит, этих бедняков наказывает и делает их бедными, а просто он скрывается от них. То есть, если человек сам дошел до уровня бедности, всевышнему неинтересно, как это было в известном произведении «Солидный Господь для солидных господ». То есть, уважаемые богатые люди, они имеют доступ к Господу, а бедные нет, не дай Бог такое сказать, нет, говорит царь, это тоже неправильно. Лоистер не скрывает свое лицо от бедняка всевышнего. И более того, третья еще есть причина, по которой мы могли бы подумать, значит, что бедняк находится в таком плачевом состоянии, потому что бедняк молится, Бог ему не отвечает, Бог его не слышит. Без шабу, когда он кричит к нему, шаме, Бог его слышит. Ну, и как это понимать? Он его и не презирает, и не скрывается от него, и на молитвы его отвечает, что же он его держит бедным? Неоднократно с вами говорили, это совершенно отдельная история. И на этот центральный теоретический вопрос как раз вот это слово лишь не отвечает, это такая удивительная штука. Такие вещи тоже надо нам научиться видеть, когда прям вот очевидно странные вещи излагаются. Вот, все вещи так вот благоволит к этим беднякам, он их и слышит, он от них и не скрывается, он их и не унижает. Какое у него хорошее отношение к этим нищим. Что же он их в таком состоянии-то ужасном, плачевном, держит, если у него такой хорошее к ним отношение. Лоши Кац, он не объявляет мерзким, не бедняка. В данном случае не об этом речь. Энут они. Бедность не является для него мерзкой. Сама бедность не является для Творца унизительным мерзкой. То есть, во всяком случае, бедность человека в нашем мире, в глазах Всевышнего, ни в коем мире не является чем-то отвратительным и низким. И мы с вами неоднократно говорили о том, что хотя, конечно, богатство это благословение. Мы ни в коем случае никогда не относились отрицательно к наличию денег. Пусть их будет у вас много. Пусть вы будете богатыми людьми. Это большое благословение, когда Всевышний дает. Другое дело, что это и испытание тоже, но это большое благословение. С другой стороны, если человек, не дай бог, не про нас будет сказано, родился под такой звездой, так сказать, когда ему суждено в течение жизни быть бедным, у него, например, очень сильный мозаль, мы с вами говорили, такое бывает, когда вот прямо на роду написано быть бедным. Это тоже своего рода очень серьезные испытания, которые надо проходить. и что хочет даст, сказать царь Давид здесь, что то, что ты бедный и остаешься бедным, это ни в коем случае не означает, что твоя связь с Богом не работает. Вполне возможно, что Творец очень хочет этой связи и что ты можешь и должен к нему обращаться, и он тебя будет слушать. Другой вопрос, что, может быть, он не будет тебя слушать в одном пункте, может быть, твое испытание в этом мире быть бедным, не дай Бог, не про нас будет сказано. Но в остальном, в другие каких-то вопросах, ну, кроме же дать денег, есть же какая-то другая просьба, или вообще нет никакой другой, кроме дать денег. Тоже хороший вопрос, тоже такое серьезное испытание для человека. А имеет ли вообще смысл обращаться к Богу за чем-либо кроме новой дачи, машины и большого счета в банке? Вообще, имеет смысл с ним хоть о чем-то еще разговаривать? Хороший вопрос. Так это вот идея царя Давида, что вот это состояние бедности, когда человек не может сам ничего иметь и постоянно откуда-то вынужден брать, то есть его собственно качество, качество царя Давида, это не то, что показывает отрешенность, оторванность человека от Бога. Ну и дальше. мэйтха от тебя тегилати, моя слава бекагаль рав в общине множество. Конечно, царь Давид, как мы с вами прекрасно понимаем, был человеком широко известным, был и остается. Кто не знает царя Давида, вот уж действительно селебрити, человек, который известен абсолютно всему миру. Но какова цена этой славы? И это предыдущий пасут, то есть вот это состояние бедности для царя Давида не материальной, не материстической бедности, но как бы энергетической состояния зависимости, необходимости откуда-то все время восполнять тот запас, который сам он не может произвести такое качество, какая у него была судьба. Тем не менее, от тебя, говорит он Богу, ты илати, моя слава, бекагаль рав в общине множество. Несмотря на все мои бедствия, несмотря на огромное количество врагов, все равно вам огромный, общине бекай рав, значит, здесь есть вот это вот пиела, слава царя Давида, не дарай ашалем, мои обеты, обещания я оплачу, и дальше интересно, не ген ерея, против тех, кто тебя боится, но это совсем непонятная фраза, оплачивать обещания, недоры, против тех, кто тебя боится, ну здесь мы вынуждены открыть профессионала, который нам поможет в этом разобраться, то есть три строки, в данном случае исключительно немногословия, хозер относится, потому что написано, да, внутри общины я тебя буду восхвалять, было до этого сказано, вот это восхваление, которым я тебя восхваляю, я воспринял, получил от тебя, знаете, как Мальдер учит Пшат, не то, что как мы сказали, а это то, что мы сказали, это просто вот ты читаешь и понимаешь, что это написано, ты лати, то есть как бы слава моя, говорит Давид, ничего подобного, говорит Мальдер, ничего такого не имел ввиду Давид, он не про свою славу и про славленность говорил, он говорил про ту славу, которую он, Давид, адресовал Богу, и вот здесь он говорит, что даже эта слава, то есть даже те слова восхваления, которые я произношу, они тоже от тебя, это, кстати, очень важный момент, помните, мы говорили, что только истинно богобоязнный человек может восславить Бога как следует, своими словами, здесь мы сталкиваемся с этим еще раз, то есть только тот человек, который может получить этот текст сверху, то есть только в порыве вот этого божественного вдохновения, когда ты получаешь текст оттуда, ты можешь правильно, точно сформулировать эту славу Всевышнего, а если нет, это будет таки в любом случае от себя тенна, и там в любом случае будут какие-то ошибки и неправильные моменты, то есть вот это восхваление оно от тебя и потому что ты мне показал это твое слежение то есть как Бог следит за человеком и милосердие твое и после этого восхваления после того как я тебя восхвалю как бы твоими же словами говорит Давид я оплачу свои обещания что же это означает тогда против тех кто тебя боится ну удивительная же вещь сложнейший момент в пасуке Мальдер отказывается комментировать ну посмотрите да красноречивейший момент когда комментатор молчит смотрите шехуа кроват курбан это принесение жертв причем то да благодарств шацарь и хляби которые нужно принести алянез за чудо то есть если человека чудесным образом спасли он должен если есть храм принести жертву в храме если нет он должен идти сенового говорить специально бараху да вот этого про спасение от чуда чудесным способом маша готов как написано бейсбеху зевхей туда они будут приносить благодарственные жертвы что ж такое где объяснение вот этого момента я говорю буду платить эти недоры буду приносить эти жертвы негет хирея против твоих тех кто тебя боится что это такое ну по всей видимости очень надеется что мы выучим этот пшат выучим простой смысл без него когда комментатор молчит это красноречивое молчание значит надо использовать как предложение подумать самостоятельно что мне сделать конечно слово негет против можно трактовать и как напротив в соответствии в принципе хорошо было бы здесь вот поставить буковку как чтобы было бы не негет а кенегет кенегет это действительно напротив в соответствии и тогда было бы все прекрасно я буду платить вот эти недоры я буду приносить жертвы как я и обещал кенегет негет я в соответствии с тем как это делают истинно богобоязненные люди и все прекрасно и все-таки здесь есть момент и написано кенегет в соответствии подобно богобоязненно написано как бы негет против богобоязненных людей что это означает когда-то мне пытались объяснить одну вот здесь такую удивительную деталь есть такое место в толмуде в трактате брохот что что более важен тот кто получает удовольствие от того что он сам добыл чем тот который богобоязненный что это означает мы с вами неоднократно говорили человек который будучи богобоязненным все-таки находится на иждивении других людей сам не зарабатывает и человек который может быть не такой богобоязненный зарабатывать себе сам второй как бы важнее он как бы правильнее живет чем тот который сидит у кого-то на шее будучи очень богобоязненным так и здесь по всей видимости я буду платить я буду оплачивать свои вот эти вот нэдеры свои обещания сам буду оплачивать благодаря тому что буду тяжело работать и зарабатывать например проводить захватнические походы приносить оттуда добычу говорит царь Давид и это может быть нэггет хирея не в соответствии а именно против тех кто тебя боится то есть вот тех богобоязненных которые сами по себе ничего оплатить не могут и которые вот сами не зарабатывают и сидят на шее а я буду нэггет я буду против них себя вести то есть не так как они будут себя вести может быть совершая иногда какие-то ошибки из-за того что не имею возможности 24 часа в сутки сидеть и заниматься только своими делами но все равно буду зарабатывать сам то есть так мне когда-то это место объясняли я не уверен в точности этого объяснения но во всяком случае в нем таки да что-то есть уважаемые друзья всего самого самого наилучшего всем желаю здоровья и себе тоже спасибо и вам стараться прийти выздоравливается выздоравливается спасибо до свидания